В Южном федеральном округе яровой сев проведен уже на площади 577 тысяч гектар на текущий момент, то есть это лидирующий регион из общего количества, и это 9,1% к общему прогнозу по округу, то есть наибольшее и процентное соотношение, потому что средний показатель по России мы в пределах 3%, там 2,9% мы сейчас от плана выполнили, а вот Южный федеральный округ уже 9%. Ну, примерно близкая картина в Северо-Кавказском, там 296 тысяч гектар отсеяно, это меньше по физическим объемам, но это больше к общему прогнозу по округу, это 18%. То есть темпы сева, в принципе, там очень хорошие на всем Северном Кавказе, и в Южном и в Северо-Кавказском федеральном округе, в принципе, мы опережаем прошлогодние показатели, явно существенно, примерно в полтора раза плюсом идем, но на текущую дату. Для того, чтобы сохранить такие темпы по севной кампании и провести успешно, надо обеспечить ресурсами всеми необходимыми. Это семена, удобрения, средства защиты, топливо и так далее. То есть все, что необходимо для сева и техники. Здесь есть, конечно, проблемы, поскольку не хватает денег, не хватает финансирования на текущий момент, и опережающим темпом мы идем только по топливу. А вот по семенам отстаем, по удобрениям отстаем, их накоплено там порядка 8,3% меньше. И по другим ресурсам, и особенно, конечно, тревожат сопережающие выбытие техники. Это значит, что не хватит техники, будет недостаточно. Мы не успеем в оптимальные окна, предоставленные погодой. Там эти окна оптимальные по проведению сева, а дальше потом и по уборочной кампании. Зависит от Господа Бога. Мы их сами регулировать не можем, да, и как разложится, вот можем только, имея определенное количество техники, успеть вписаться, ну, то есть необходимых ресурсов. Нет техники, значит, не успеваем. И не в оптимальные сроки по семь, потом это скажется в результатах, конечно. Ну, будем смотреть, как с погодкой разряжется, повезет, не повезет. Надеемся, что поможет нам погода в этом сезоне.